Девушки отдыхают Я командую 63-й разведфлотилией После реорганизации вы вместе с Нормандией были отданы под мое начало А потом корабль вместе с вами попал в лапы, когти, щупальцы или что там у них еще? Совета! Я по-прежнему служу Альянсу В составе Спектр я могу защищать наши интересы перед Советом Шепард, вы еще помните, какого цвета ваша кровь? Мне не жалко, что в политических целях Совету отдали вас Это шанс Мне жалко отдавать эту перегруженную наворотами посудину Этот корабль спасал нам жизни не менее десятка раз Вы преувеличиваете Я читал ваши отчеты На этот эксперимент были потрачены миллиарды На эти деньги мы могли бы построить тяжелый крейсер Так ведь нет Нам же надо было подружиться с турианцами Выбросить деньги на совместную разработку совершенно бесполезного корабля Капитан, я прибыл сюда для проведения проверки Нормандия является военным судном Альянса И я собираюсь проверить на ней все От и до Нормандия является военным судном Альянса Но она находится во временном пользовании Цитадели Это означает, что вы не вправе здесь командовать По-моему, у меня что-то со слухом Вы что, пытаетесь мне возражать? Этот корабль теперь является собственностью Совета Так что будьте добры, освободите Сходни Будь по-вашему, капитан, но знайте Я напишу отчет об этом Капитан, получен сигнал Наверное, это наша самая реакция Следите за защитными башнями Выбрасывайте мака Влезем в пекло Я проведу вас ниже зоны рад У нас все чисто, капитан Держитесь подальше и не лезьте на рожон Пока я не отрублю зенитки Я свое дело знаю Встретимся в лагере, как только вырубите башню Отбой Субтитры добавил субтитры Продолжение следует... 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 Что нам делать теперь? Подождите, пока мы не разработаем план. Вы здесь главный. Какова ситуация? Я капитан Керрахе. Третий секретный отряд ГОР. Вы высадились посреди зоны боевых действий. На вас были нацелены все до единого зенитные орудия. Великолепно. И что теперь? Мы ждем, пока Совет пришлет по нашему запросу подкрепление. Мы и есть подкрепление. Что? Вы все, кого они прислали? Я говорил Совету, чтобы направили сюда флот. Мы не поняли ваше сообщение. Меня прислали разобраться. Нас сюда направили за тем же. Пока мы разбирались, я потерял половину своих людей. И что вам удалось найти? Оперативную базу Сарена. Здесь у него исследовательский центр. Но он кишит гетами и хорошо укреплен. Какие исследования проводит Сарен? Он пытается вырастить армию Кроганов. Как так может быть? Очевидно, Сарен нашел лекарство от генофага. Мало нам гетов. Армия Кроганов. Его невозможно будет остановить. Именно так я и думаю. Мы должны уничтожить этот комплекс и все его секреты. Уничтожить? Я так не думаю. Наш народ умирает. Это лекарство может его спасти. Если лекарство покинет планету, Кроганы станут непобедимы. Мы не можем повторить свою ошибку. Мы не ошибка. Ожидаются проблемы? Злых Кроганов нам и так уже достаточно. Все будет хорошо. Я с ним поговорю. Было бы неплохо, капитан. Моим людям нужно проработать план атаки. Вы можете дать нам время? Давайте, капитан. Я скоро вернусь. Это не займет много времени, капитан. Кстати, если вам что-нибудь нужно, обратитесь к капитану Рентоле. Он в одной из этих палаток. Похоже, тут все довольно сложно. Да, я бы так не волновалась, если бы не Рекс. У него такой вид, будто он сейчас взорвется. Бросьте. С ним все будет хорошо. Как скажете. Но если вы не против, я буду за ним приглядывать. Это неправильно, Шепард. Если от генофага есть лекарство, его нельзя уничтожать. Я понимаю, вы расстроены. Но мы оба знаем, что враг это Сарен. Залиться нужно на него. Правда. Сарен создал лекарство для моего народа. Вы хотите его уничтожить. Вот и объясните, Шепард. Сейчас для меня граница между другом и врагом как-то расплылась. Это не лекарство, а оружие. И если позволить Сарену использовать его, вас не ждет ничего хорошего. И никого из нас. Мы должны быть готовы рискнуть. Речь идет о судьбе всего моего народа. Если у вас нет другой причины, кроме этой, чтобы погубить надежду моего народа, вы мне больше не нужны. Я не дам поставить под угрозу нашу миссию. Значит, все. Столько времени, и это все, что я получаю. Вы не понимаете, что это значит для Кроганов? Эту базу нельзя разрушать. Я этого не допущу. Эти Кроганы — рабы Сарена. Марионетки, инструменты, которые он использует и выбросит. Вы этого хотите для своего народа? Нет. Мы уже были марионетками Совета. Они отблагодарили нас за уничтожение Рахни и сделали бесплодными. Вряд ли Сарен так расщелится. Хорошо, Шепард. Вы меня убедили. Мне это не нравится. Но я верю вам и пойду за вами. Только одно. Когда мы найдем Сарена, я хочу его голову. Спасибо, что поговорили с Кроганом. Нам и без того придется трудно, когда мы атакуем базу Сарена. Я полагаю, это значит, что вы составили план. В своем роде. Мы можем превратить двигатель своего корабля в 12-килотонный заряд. Грубо, но эффективно. Мило. Сбросить эту штуку с орбиты и Сарен распрощается со своей турианской задницей. К сожалению, для этого комплекс слишком хорошо защищен. Взрывное устройство нужно заложить в конкретном месте. Куда его нужно заложить? И как нам туда попасть? Бомбу нужно перенести на дальнюю сторону комплекса. Ваш корабль сможет ее сбросить. Но сначала нужно проникнуть в комплекс, отключить зенитную артиллерию и подавить наземные силы. Мы пойдем без огневой поддержки? У нас слишком мало людей. Звучит довольно рискованно. Есть другой способ? Нет, но думаю, у нас все получится. Я собираюсь разделить своих людей на три отряда и ударить по фронту комплекса. Когда мы отвлечем внимание противника, вы со своим отрядом проскользнете сзади. Идея хорошая, но ваших людей ждет сущая бойня. Мы крепче, чем кажемся, капитан. Но вы правы. Вряд ли многие из нас выйдут отсюда живыми. И от этого ваша задача становится еще более сложной. Нужно, чтобы со мной пошел один из ваших людей. Он поможет координировать наши действия. Нужен кто-то, кто знает коммуникационные протоколы Альянса. Я вызываюсь добровольцем, капитан. Не так быстро, лейтенант. Вы будете нужны капитану, чтобы снарядить бомбу. К соларианцам пойду я. При всем моем уважении, сержант, это решать не вам. Почему, когда кто-то говорит при всем моем уважении, он имеет в виду, пошел к черту? Аленка, вы идете с соларианцами. Только без выкрутасов, ясно? Слушаюсь, капитан. Я прикажу загрузить бомбу на борт Нормандии. И дам вашей команде инструкции о том, как ее подорвать. У вас есть еще какие-то вопросы, капитан? Давайте приступать. Превосходно. Тогда, если позволите, мне нужно подготовить своих людей. Что ж, ну вот. Не делайте глупостей, пока меня не будет, Эш. Вас это тоже касается, капитан. Все будет хорошо, лейтенант. Да, я просто... Удачи. Вы что-то хотите сказать, Кайден? Просто странно перейти под чужое командование. Я привык работать с вами. Со всеми вами. Не волнуйтесь так. Увидимся на той стороне. Я знаю. Я... Хотел сказать, что для меня было честью служить с вами, капитан. Не важно, в одном мы отряде или нет. Все равно мы команда. Берегите друг друга. Будьте начеку и деритесь изо всех сил. Мы все останемся целы. Есть, капитан. Все вы знаете суть миссии и то, что от нее зависит. Я привык доверять каждому из вас, но я слышу ропот недовольства. Я разделяю ваши опасения. Нас учили работать в разведке. Мы могли бы стать легендой, но наши данные засекречены. Слава на поле боя не наш пункт. Вспомните наших героев. Бесшумного, победившего целую нацию одним выстрелом. Беспокойную, которая посредством шантажа не давала врагу напасть на нашу страну. Эти герои не принесут нам утешения. И они не все, что у нас есть. Перед тем, как появилась сеть, был флот. Перед тем, как появилась дипломатия, были солдаты. Своим влиянием мы остановили Рахни, но до этого мы держали линию фронта. Своим влиянием мы остановили Кроганов, но до этого мы держали линию фронта. Своим влиянием мы остановим Сарана. Сегодня в этом бою мы будем держать линию фронта. Удачи, капитан. Надеюсь, мы еще увидимся. Проверка связи. Капитан, вы меня слышите? Слышу, ясно. Хорошо. Начинаем атаку. Мы постараемся прорваться к зениткам, но, возможно, заканчивать работу придётся вам. И, капитан, если вы найдёте способ ослабить их оборону, нам это очень поможет.